К тому, что хлеб бывает разный, с кунжутом, отрубями, изюмом и грецкими орехами, потенциальные покупатели привыкли. Но вот хлеб с плесенью стал неприятным сюрпризом даже для сотрудников Роспотребнадзора, следящих за качеством, в том числе и такой продукции. О хлебе, который не только в центре любого стола, но еще и в центре внимания контролирующих органов СМИ и общественности, Александр Носиков. Градус кипения так называемого хлебного дела уступает разве что температуре вот в этой печи хлебозавода Кенон. Ежесуточно выпускающий до 16 тонн продукции. По словам сотрудников Краевого управления Роспотребнадзора, среди буханок были и те, что имеют совсем уж неожиданный запах плесени. В прямом смысле слова унюхали это нарушение простые четинцы, а специалисты лаборатории Роспотребнадзора это подтвердили. Наша лаборатория исследовала 5 образцов хлеба, поступивших в феврале месяце. И во всех образцах были обнаружены посторонний запах и привкус. Кроме этого поступал один образец муки хлебопекарной, который тоже не соответствовал нормативным требованиям, именно по показателям органолептическим. Суд обязал хлебозавод выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и устранить нарушение. Но на предприятии с таким решением не согласны и готовят кассационное заявление. Исполняющий обязанности директора завода Тенурас Кенчхадзе говорит, что огорчен не из-за штрафа, а из-за того, что предприятие может потерять своих покупателей. Тем более, что обвинения, по его мнению, необоснованные. На прилавках магазинов, там где висит ценник или квиточек, что хлеб принадлежит заводу ООО Кенон, может располагаться совершенно другой хлеб от другого производителя. Так как у нас их более 300 наименований, пекарен по городу Чте, я считаю, что может быть любой. По статистике Роспотребнадзора число жалоб на качество хлеба не уменьшается. Сами сотрудники ведомства считают, что связано это прежде всего с востребованностью такой продукции. Вот и получается, что хлеб всему голова даже на лабораторном столе. Александр Носиков, Виктор Баранов, Вести, Чита.